Друзья, всем привет! Сегодня у меня целых две хороших новости. Во-первых, мы с семьей наконец-то переехали в Минск, в нашу новую квартиру. И теперь мы уже живем не в Гомеле, а в Минске. Однако, часть лечения, таргетную терапию я буду продолжать в Гомеле, а облучение буду проходить в Минске уже. А во-вторых, сегодня ровно месяц с тех пор, как я закончила свою последнюю химиотерапию. И вот, посмотрите, у меня уже прям волосы растут на голове. Они уже такие хорошенькие, пушистенькие. Я специально выждала месяц для того, чтобы быть уверенной, что все побочные эффекты уже приключились и прошли. И уже по результатам всего курса химиотерапии рассказать, как это было. И даже вот сделала небольшой конспект для того, чтобы ни о чем не забыть. Так, начнем. Значит, сначала у меня было 4 курса красной химии. Честно говоря, мне было тяжелее на красной химии, чем на белой. Значит, основными побочными эффектами у меня были тошнота, усталость, облысение, естественно, сразу после первого курса, боль в животе и такая постоянная слабость. Ну и, разумеется, в связи с этим плохое настроение. Также хочу вам сказать, что побочные эффекты ощущаются все сильнее и сильнее с каждым следующим курсом. То есть, если после первого курса химиотерапии я отходила 3-4 дня, то после четвертого мне было плохо 8 дней. Что я могу сказать, что нужно принимать сопутствующую терапию, соглашаться на промывочные, так называемые, капельницы после химии. После них значительно легче, состояние лучше, тошнит меньше. Ну и врачи наверняка порекомендуют вам какие-то препараты для избавления от тошноты, для поддержания желудка, печени и сердца. В общем, не игнорируйте все это, и состояние будет получше. Дальше. У меня после 4 курсов красной химиотерапии начались токсаны, это белая химия, 4 курса было, и подключилась таргетная терапия, герцептин и периета. Так вот я могу вам сказать, что на вот эти 4 курса я чувствовала себя очень хорошо. У меня ничего не болело, не тошнило. Единственное, у меня была небольшая усталость, сомлипость, ну как бы это совершенная ерунда какая-то. Также сухость слизистых очень ощущалась. То есть все больше и больше очень сухой нос, я весь в корках, горло тоже облазила. Ну, в общем, на глазах такое шелушение. То есть очень сухая слизистая и кожа тоже очень сухая. Поэтому запаситься с увлажняющими средствами, потому что они действительно пригодятся на химиотерапии токсанами. Дальше я должна вам сказать, что, конечно же, появились проблемы и с интимной жизнью, потому что именно вот на белой химии, потому что, видимо, в связи с тем, что слизистые в очень плохом состоянии, это больно, неприятно. И, в общем, я надеюсь, что это скоро пройдет, потому что, ну, потому что так нельзя жить. Вот. Еще, конечно же, химиотерапия очень ослабляет иммунитет. И вот как раз-таки через полторы недели после последнего, восьмого курса химиотерапии, мои дети заболели энтеровирусом какой-то, банальный детский вирус. И, в общем, они перенесли его очень легко, но я его подцепила и перенесла его очень плохо. У меня была и тошнота, и рвота, и жуткая температура, и болел ужасно от химии нос, жутко болело горло. В общем, вызывали скорую и врачей. Конечно, в больницу я не поехала в инфекционную, чтобы не подцепить там еще чего-то, но дома просто лежала пластом 4 дня и еле-еле ползала от кровати до туалета. В общем, берегите себя и старайтесь не подвергаться воздействиям каких-то вирусов, то есть по возможности старайтесь не заражаться ничем. После того, как я переболела этим энтеровирусом, у меня как будто бы сильнее вылезли побочки от химии, то есть у меня облезли руки, был конъюнктивит, герпес на губах, облазила кожа, была сухость везде. И, ну, в общем, было сложно, и я очень долго восстанавливалась после этого энтеровируса. То есть обычно, если выздоровление у людей идет очень быстро, как-то переболел, острый период, и потом очень быстро, то я неделями восстанавливалась после этого энтеровируса. Также после завершения всех 8 курсов химиотерапии я была у кардиолога, на УЗИ и у кардиолога специалисты, которые именно специализируются на онкопациентах, и выяснилось, что химиотерапия пока никак не повлияла на мое сердце, что, конечно, очень хорошо, потому что все препараты химии и таргеты кардиотоксичны. Вот, сердце в порядке, все выдержало, поэтому можете не бояться, это такой нечасто побочный эффект. И, в общем-то, все хорошо переносится. Вот. Ну и также у меня по крови понизился гемоглобин примерно на 20 единиц за это время, то есть был где-то у меня 120 единиц до начала химии, сейчас 100. Периодически падали лейкоциды, но ни разу я не капала никакого препарата, каждый раз полноценным питанием мне удавалось... Он дочеку подглядывает. Полноценным питанием мне удавалось поднять лейкоциды до необходимой нормы, это там от 4 до 9, по-моему. Вот. То есть, в принципе, все, что я могу вам сказать, что все это переносимо. Да, тяжеловато, да, это не курорт, но это не настолько ужасно, как показывают в кино, и при правильном настрое вы очень хорошо все перенесете. А что касается таргетов, у меня уже была одна капельница отдельно с таргетами, то есть к рецептином периода, то они вообще абсолютно нормально переносятся, то есть никаких побочных эффектов от них не ощущается. А, и еще забыла вам сказать, на руках горят вены от химиотерапии. Ничего с этим делать нельзя, можно мазать гепариновой мазью. Ну, вот, просто дело в том, что я даю капать только в одну, в правую руку, слева я не даю, потому что тут же были удалены лимфоузлы. В общем-то, ничего страшного, говорят врачи. В организме много других вен, и то, что выгорает вены, это, в принципе, не очень чувствительно, но и не больно. Вот, поэтому, господа, не боимся, лечимся, и желаю всем легкой химии и как можно более быстрого восстановления. Всем пока, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok